Ребят, всем привет! Меня зовут Пляскина Елизавета. В этом году я поступила на бюджет в Авгик в мастерской Александра Яковлевича Михайлова. И сегодня я бы хотела ответить на самые интересующие вас вопросы и рассказать свою историю поступления. Начнем с того, что весь конкурс в Авгик состоял из пяти туров. Первый тур – прослушивание программы. Второй тур – прослушивание программы с мастером. Третий тур – это пластический конкурс. Четвертый тур – отслушивание программы от и до, плюс составление этюдов. И также пятый тур – это коллоквиум. На первом туре в приемной комиссии сидели четыре преподавателя. Что конкретно требовалось от нас? Мы должны были читать только классическую литературу и петь отечественные песни, которые знают все взрослые преподаватели. Нас отслушивали, после чего давали какие-либо советы. То есть задача преподавателей – выбрать людей, таких, которые понравятся мастеру. Тебя могут спросить конкретно, какие у тебя есть произведения, прозы, стихотворения, еще. И после твоего прочтения скажет, что лучше тебе читать на следующем туре, если ты по итогу проходишь. На втором туре уже появляется мастер. В комиссии сидело уже вместе с мастером шесть человек. Требовалось все то же самое, ничего нового. Ты просто читаешь ту же программу, но уже по каким-то советам, которые тебе дали. Тоже важный момент. Часто спрашивают, как слушают. Нас заранее предупредили о том, что если вас останавливают, допустим, в середине, или вы прочитали одну третью своей прозы и вас остановили, это не значит, что это плохое, это не значит, что это хорошее. Просто за этот кусочек вы рассказали, и преподаватели поняли. Им стало достаточно. Они поняли, что вы либо тот человек, который им нужен, либо же нет. И то, что слушают кусочками, это неплохо и нехорошо. Это просто всем все понятно. Очень важный совет. Топить с самого начала. И начинать уже с куска, который проявит ваш характер, покажет вас с творческой стороны. То есть не нужно там, подождите, у меня там в середине начинается что-то важное. Я сейчас, подождите, до середины вам все расскажу. Нет, с первого слова вы должны полностью показать себя. С самого первого. Если у вас начинается самый сок где-то в середине, тогда читайте с середины. Но покажите себя, проявите себя с самого начала. Сейчас я расскажу вам о третьем туре, о пластическом конкурсе. Все так же по стандарту. За столом сидят все преподаватели, мастер. И также с вами работает хореограф. От нас не требовали никакой импровизации, нам не включали музыку, чтобы мы сами что-то придумывали. Но нам давали четко задание. То есть нашу всю группу, кто прошел на третий тур, разделили на две части. И сначала работали с первой командой, ну и, соответственно, потом со второй. Нам давали определенного типа задания. На гибкость, на пластичность. То есть сначала мы, например, показывали свою растяжку, садились на шпагат и вставали на мостики. После чего повторяли движение, которое нам показывает хореограф. И нам выставляли оценку. То есть по каждому заданию выставляется балл. Я точно не могу сказать, какие были баллы, но, допустим, два балла – это плохо, один балл – это хорошо. И не наоборот. Что же такое четвертый тур? Это тур, где вы работаете непосредственно с мастером и проверяют вашу творческую гибкость. То есть у вас может быть проза очень грустная, о какой-то потере, может быть о смерти, о каком-то разочаровании. И вам нужно прочитать этот кусочек так, как будто вы признаетесь любви. Вам задают обстоятельства, и вы должны его выполнить, читая свой текст. Что-то такое. Этюд. Либо же показать предмет какой-то. То есть вы можете быть помидором или угасшей лампочкой. Или, может быть, вам нужно показать урну. И вот как вы себе это представляете, вы это показываете. То есть вам дается поле и пространство для импровизации, но при этом вам задают обстоятельства. То есть если это этюд, где вы работаете вместе, в паре, или даже три человека, то вам говорят, что от вас требуется. И вам будут помогать. Приемная комиссия очень заинтересована в том, чтобы проверить вас. Если вы заинтересовали и дошли уже до четвертого тура, то с вами будут работать, вас будут проверять. Могу сказать для примера. Это может быть что угодно. Кого-то могут попросить кричать на 12 этаж свое стихотворение так, как будто бы невероятно счастлив, и ты умоляешь, чтобы тебя увезли на море, ну, там, смотря какое у тебя стихотворение. Кого-то просили ходить по залу, туда-сюда. И в этот момент человек один, да, читающий абитуриент, должен рассказывать стихотворение и успеть рассказать его каждому. То есть активная ходьба по залу и взаимодействие с каждым студентом, абитуриентом. Кто-то разыгрывал сценки, как будто бы признается в любви, или кто-то дерется за отношения, или кому-то кто-то изменил. Все это как бы очень интересно и необычно, и это не повторить. То есть у каждого что-то индивидуальное было. Потом также на четвертом туре после чтения программы, то есть вы читаете программу, вы выполняете этюды, которые от вас просят. Это такое творческое, но это не так страшно, потому что вы уже в каких-то таких достаточно близких отношениях, вы в таком коннекте идете с преподавателями, вы чувствуете их, и они чувствуют вас, и вы просто... уже не страшно. А также вас просят спеть после прочтения программы, после этюдов. Что-то может быть новое, если у вас есть, или еще раз убедиться, что у вас есть голос, у вас есть слух. Все, это четвертый тур, и после чего как бы люди узнают о том, что они проходят на коллоквиум, на собеседование, или же нет. Что из себя представляет коллоквиум, сказать тоже очень сложно, потому что это неповторимо и индивидуально. А нас спрашивали четкие понимания того, куда мы пришли, зачем мы сюда пришли, почему мы выбрали именно эту профессию, понимаем ли мы, чем мы будем заниматься, уверены ли мы в том, что мы этого хотим. Спрашивали, какие бы роли вы хотели вспомнить, что вообще в вашей голове, ваших любимых авторов, какую литературу вы читаете, какие ваши любимые режиссеры. То есть полностью ты. Интересно знать, какой ты, твои интересы, какова твоя глубина, какой ты человек, потому что с тобой работать все эти годы, и очень важно, да, что ты какой-то разносторонний и начитанный умный человек. После того, как закончился коллоквиум, всех ребят, кто поступил, об этом знали еще не все, приглашают в зал, где вы все рассказывали, показывали, и начинается такая... Ребят, те, кто здесь стоит, вы поступили. Да, да, вы поступили. Вася, Петя, Маша, вы поступили. Никто в это не верит, все в шоке, и эмоции такие, как будто бы вот сейчас ты проснешься, и ничего нет. И после, конечно, всех этих эмоций, ярких, светлых, когда все начинают реветь, смеяться, и говорить то, что не верят в то, что произошло, начинается уже, конечно, мотивационная речь от мастера. Там, ребят, всем привет, я ваш мастер. И надеюсь, каждый понимает, что работать нужно много и долго. И на том, что вы поступили, ваш путь не оканчивается. Все только начинается. Если вы хотите чего-то добиться, то вы должны трудиться каждый день. Да, мы будем заниматься с самого утра до позднего вечера. Вы знаете, куда вы пришли. Все очень важно, все очень ответственно. Идите, ну, к своей цели до конца. У меня есть невероятное количество советов для ребят, потому что пройдя через это, пройдя этот сложный путь к своей мечте, к своей цели, я просто понимаю теперь, чего мне не хватало, чего я не знала, когда поступала. А именно, мне не хватало веры. Мне казалось, что это чудо может произойти с любым, но только не со мной. Но по факту, это правда, все только в голове. Да, это рулетка, и кому-то даже с пятого раза не повезет, и этот человек не поступит. Но по факту, если ты всей душой чего-то хочешь, если это твоя цель, это твоя мечта, ты днем и ночи думаешь только об одном, ты не можешь учиться в своем институте, тебе плохо. Ты чувствуешь, что люди вокруг не твои, что ты не в своей тарелке, что ты хочешь попасть в творческий коллектив, ты хочешь быть актером, ты хочешь играть на сцене, ты просто должен идти к своей цели до самого конца. Но самое важное во всем этом не просто вера, а умение быть человеком. Вы должны показать не то, как вы кривляетесь, не то, как много у вас проз, как вы хорошо учите текста, стихотворения, прозы, то, что у вас там огромный список программ, нет. Пусть у вас будет одна проза, одно стихотворение, ну, конечно, это плохо, это я так говорю, но вы просто читайте с душой, с открытым сердцем, потому что эта программа, которая у вас есть, она ваша, вы ее чувствуете, каждое слово вы чувствуете, что это про вас, это твоя история, ты этот герой. Поэтому очень важно выбрать программу, которая будет так тебе близко, что ты можешь сказать, это я, я вот сейчас про себя читал, это я, не могу не отметить, что для преподавателей и для мастера очень важно то, чем вы занимались все эти годы, если вы закончили школу, так скажем, год или два года назад, то есть это важно, что вы делали все это время, просто поступали, и у вас не было никаких интересов, а как же работа, а как же какая-то учеба, где ваш рост, как личность, и где ваше саморазвитие, это очень важно. Перед первым туром, перед входом в аудиторию, к преподавателям, я очень сильно переживала, но знаете, это все было так неправильно, потому что от преподавателей веет тепло, веет какой-то, знаете, добротой и пониманием, они не хотят вас напугать, и они будут безумно счастливы, если вот вы сейчас выйдете, расскажете, покажете что-то очень крутое, и никто не хочет вас завалить, просто вам нельзя бояться. Если вы пришли рассказывать, вы просто вставайте, рассказывайте, это ваш, ваш может быть, первый и последний шанс, просто в жизни бывает всякое, и кто-то не имеет возможности пробовать еще и еще, поэтому это ваш шанс, он здесь и сейчас, чего бояться, может быть, если вот вы не поступите, вас больше никогда, эти преподаватели не увидят, ты показывай себя здесь и сейчас, покажи, что ты можешь, покажи свою душу, покажи свои чувства, свои эмоции, как ты это видишь, как ты это понимаешь. Просто огромный совет, ребята, вот вы выходите туда, да, страшно, но люди, как правило, преподаватели, мастеры, они всегда улыбаются, и они с трепетом к вам относятся, просто проявите тоже свой трепет к ним, проявите трепет свой к тому месту, куда вы пришли, к театру. Меня трясло, у меня тряслись руки, они ходили ходуном, у меня пересохло в горле, я не могла нормально говорить, мне преподаватели давали воду, просто, пожалуйста, попей, но при этом вот здесь я не боялась, я хотела читать еще и еще, пожалуйста, слушайте меня, я могу рассказать вам просто все, я могу рассказать все стихотворения, все прозы, все басни, только слушайте меня, я хочу, я могу, а руки трясутся вот так, просто важно, чтобы вы знали, что вот вы хотите здесь быть, не бойтесь, когда видят, что вы не боитесь, ну, что вот вы не забыли текст, вы четко знаете, что вы рассказываете, что вы делаете, вам помогут, подожди, остановись, прочитай вот эту строчку еще раз, с другой интонацией, ты сильно торопишься, не везде, но не исключено, что могут помочь, и сейчас я понимаю, что те люди, которые меня слушали, которые меня приняли, это мои преподаватели нынешние, и это такие прекрасные, светлые, добрые люди, и сейчас я понимаю, ну, как можно было бояться их, я уже неделю примерно, неделю на первом курсе актёрского факультета, и какова атмосфера, я могу сказать, что, знаете, с первого дня, когда я попала вот во ВГИК, я чувствовала такую легкость, и тепло, и доброту от каждого человека, кажется, что тебя тут все знают, и все тебя понимают, и если в других местах ты проходишь и боишься что-то кому-то сказать, поздороваться, что-то спросить, то здесь ты просто идешь, потому что место твое, ты здесь, ты там, где ты должен быть, я просто могу сказать привет любому, и тебе все ответят, ты можешь спросить что угодно, и тебе все ответят. Я могу что-то забыть сейчас, мне сказать то, что так хотела, но, ребята, просто, если мечтаете, идите до конца, у каждого человека есть шанс, просто очень важно то, с чем вы идете, с какими мыслями, о чем вы думаете, если вы реально понимаете, что я вот, ну, боюсь, но я верю искренне, я этого желаю всей душой, всем сердцем, это то, чего я хочу, у вас все получится, это правда, да, бывает обидно, вы не понимаете, почему тебя не взяли здесь, вроде все было так хорошо, но тебя не взяли, ну, значит, ты здесь не нужен, значит, это место не твое, и оно тебя, тебя от этого жизни отгородило, значит, это не твое место. Я тоже слетала с туров, я тоже не попадала в какие-то вузы, и это было больно, это было обидно, и я не понимала, почему, но в итоге я счастлива всей душой, счастлива, что я именно в этом месте, потому что так должно быть, мне здесь хорошо, мне здесь комфортно. Я могу также сказать, что нужно уметь расставлять приоритеты, потому что есть вещи, которые могут быть вам полезны, то, что как бы принесет вам что-то в жизнь, в вашу жизнь, но при этом на другой стороне стоит, например, ваше поступление и подготовка программы. Если вы, как говорится, с двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, просто расставляйте верно приоритеты, чтобы потом не жалеть, что ты мог это сделать, но почему-то там лег спать и уехал тусить, ты, если хочешь чего-то, ты делай это сейчас, не завтра, не послезавтра, а сейчас. Ребят, я очень надеюсь, что я была для вас полезной, потому что я тоже через все это проходила и поступила не с первого раза, поступала долго, мучительно, учась в другом институте. Просто я очень сильно от всей души желаю вам удачи, успехов и веры. Просто веры и терпения. И у вас все получится, и все в жизни сложится так, как вы этого хотите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok